Девушки отдыхают Бииско отразится на дальнейшем финансировании. Проверили на практике, какое преимущество выявили разработчики светящихся пешеходных столбов после того, как один из них был срезан автомобилистом. Мечта сменилась разочарованием, а надежда на прибыль убытками. Инвесторы золотых ворот требуют от чиновников, чтобы они выполнили свои обещания. Итак, медработники инфекционного отделения Центральной городской больницы Бииско будут получать доплату за работу с ковидными пациентами по новой схеме. Сегодня об этом нам сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Насколько увеличится заработная плата, сотрудники узнают уже совсем скоро. С начала пандемии выплаты за работу с зараженными пациентами медработники получали по двум постановлениям правительства – 415 и 484. С ноября они утратили силу. На смену пришел новый документ. Теперь медикам будут начислять специальную страховую выплату за лечение ковидных пациентов. Она зависит от фактически отработанных нормативных смен за месяц. Получать ее сможет и персонал инфекционных и провизорных отделений, которые ранее не имели статуса ковидного госпиталя. Нововведение, кстати, коснется специалистов инфекционного отделения Центральной городской больницы Бииско, которые ранее не получали специальные выплаты, но по факту лечили таких больных. Федеральные средства будут распределяться не через Минздрав, а через Фонд социального страхования. Деньги поступят на банковские карты медработников отдельно от зарплаты. Выплаты по постановлению 17.62 совершенно верно, они фиксированы. И мы провели анализ по нагрузке. То есть они полностью зависят от того объема работы, который в течение месяца отработает медицинский работник. То есть нет никаких ограничений. Единственное, как бы здесь правильное оформление трудовых отношений и учет рабочего времени, потому что все равно есть трудовой кодекс, и мы обязаны его соблюдать. А теперь о ковид-статистике. За минувшие сутки в нашем регионе, по данным оперативного штаба Алтайского края, зарегистрировано 225 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Выздоровели 160 пациентов, умерли 14 человек, а от ковид-19 непосредственно 10. По состоянию на 4 декабря на лечение в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2391 человек. Количество тяжелобольных 538 из них, на аппаратах искусственной вентиляции легких 148. На сегодняшний день в Алтайском крае больше полутора тысяч свободных коек. За минувшие сутки в регионе 225 случаев заболевания. В Бийске 24, в Барнауле 61, в Бийском районе 3 случая и 1 в Советском районе. Мечта сменилась разочарованием, а надежда на прибыль убытками. Сегодня единственный объект, построенный именно на территории кластера «Золотые ворота Алтая», вынужден отапливаться электричеством. Обещанный еще год назад газ так и остался обещанием. Подробности расскажет Марина Волкова. Это газовая котельная, подготовлено все оборудование полностью. То есть все стоит подготовлено к пуску. Комплекс придорожного сервиса «Горная страна» сегодня единственный объект, построенный на исторической территории Золотых ворот Алтая. Еще два находятся на линии переулка Коммунарский. Изначально планировалось, что самый помпезный проект Алтайского края, туристский кластер, с не менее громким золотым названием, будет сдан в эксплуатацию в 2016 году. Потом в 2017. Еще через год перед Бийском стал вопрос о возвращении федеральных средств за нереализованный проект. Когда приезжала делегация комиссии, я бы сказал, комиссия Государственной Думы Российской Федерации, во главе, кстати говоря, с ныне очень известным человеком в Рио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, вопрос стоял по большому счету о лишении края федерального финансирования по программе внутреннего везнового туризма. Перед разговором понятно, что это вопрос достаточно серьезный. Нас очень попросили не упоминать о своих проблемах, в том числе о газификации. Но мы, естественно, пошли навстречу, поскольку патриоты края и города озвучивать проблем не стали. Ну и само собой нам обещали, что, клятвенно обещали, что все наши проблемы будут в ближайшее время решены. Самая главная проблема развития золотых ворот – газификация. Именно ее, как местные, так и краевые чиновники обещали в прошлом году решить ее в ближайшее время, но не решили. В первый отопительный сезон горная страна ушла с электронагревателем. Так, ну вот прямо котел, который мы сейчас отапливаемся, греем воду сами, опять же, тоже тем же электричеством. Вот это вот стоит у нас приточная система, которая тоже должна работать на газе вообще. Здесь пропиленгликоль, он подогреваться должен газом, потому что вентиляция должна же быть обязательно, воздух должен поступать теплый, чтобы не заморозить помещение. Для нормальной работы кафе в месяц необходимо нагреть до 50 кубометров воды. Ее тоже греют электричеством. В отопительный сезон расходы горной страны за электроэнергию достигают 100 тысяч в месяц. Вместо расчетных 20, как планировалось. Случай подключения газа. Кроме того, инвестор вложил 2,5 миллиона для подведения от ГРС к своему объекту газопровода и обустройства котельной, которая так и стоит невостребованной. Газа нет, трубы пустые. Никто не пойдет в чистое поле. Никто не пойдет. Государство сначала должно создать привлекательные условия для инвестиций. И только потом бизнес пойдет и начнет, соответственно, вкладывать, изымать из оборота финансовые средства и вкладывать в развитие своего бизнеса. Это фрагмент интервью главы Бийска специально для Бийского телевидения. Запись с февраля 2019-го. Тогда же мэр подтвердил информацию о заходе на кластер еще одного Бийского инвестора. Торговый двор «Аникс». На месте будущей стройки мы даже встречались с представителем компании, который показывал нам, где и что будет построено. Но прошел год, а пейзаж не изменился. Естественно, мы бы этого не стали делать, если бы мы не имели обещания, что у нас с инфраструктурой все будет хорошо. Газ, опять же, если к этому возвращаться, это важнейшая составляющая, собственно говоря, этой самой инфраструктуры, потому что вроде новые инвесторы появляются, но они опять же устроятся, видимо, как бы на честном слое. Вот. Ну, в общем, всем нужен газ. Всем нужен газ. Тут вот даже на «Альтера», вот этот шоурум достаточно большой, они его давно уже очень ждут. Просто молятся, чтобы все у них тоже так же все подготовлено к получению газа. Сегодня Алексей Саламатов признается, что если бы знал, чем все закончится, не стал бы вкладываться в золотые ворота. На его запрос в администрацию президента пришел ответ, что подключение газа к объектам кластера возможно не ранее будущего лета. Подсчитать прогнозные убытки предприятия за предстоящий период несложно. На последнем заседании Думы также поднимался этот вопрос. Глава города сообщил о том, что газовые проблемы золотых ворот занимаются, есть подрядчик, но сроки, когда у инвесторов появится газ, так и не назвал. Полно решимости дальше работать. И единственное, что бы нам хотелось, чтобы нам сделали то, что обещали. То есть никакие свои проблемы ни на кого мы перекладывать не собираемся. Наши проблемы есть, наши проблемы. Вы нам дайте то, что обещали когда-то. При этом оптимизма предприниматель не теряет и продолжает вкладываться в горную страну. Здесь завершается строительство банкетного зала для бичан. Называться он будет «Лебединой» и уже украшен авторскими фотографиями, а вот других завершенных объектов по соседству с горной страной нет. Вокруг поле, где закопано сотни миллионов федеральных денег. Марина Волкова, Андрей Сегаев, «Будни». В эфире информационная программа «Будни» и мы продолжаем. Вот о чем мы расскажем дальше. Начали, но не доделали. И как заминка при строительстве ледовой арены Бийска отразится на дальнейшем финансировании? Проверили на практике, какое преимущество выявили разработчики светящихся пешеходных столбов Бийска после того, как один из них был срезан автомобилем. Мечтайте о том, чего вам действительно хочется, даже если вам кажется, что это невозможно. Кооператив «Сибирский капитал» принимает сбережения под 8,5% годовых с ежемесячной процентной компенсацией. Бийск, Коммунарский, 16-1. Подробности по телефону 8 800 201 0058. Позаботьтесь о будущем, вкладывая в настоящее. Гипермаркет низких цен «Маяк» на Васильево. Утка свежемороженая – 199,90. Икра лососевая – 189,90. Сыр «Мааздам» – 499,90. Держим курс на «Маяк» на Васильево, 85. Распродажа пуховиков на Митрофаново, 35. Итак, мы продолжаем. Намеченные работы по возрождению стадиона «Прогресс», вернувшегося в собственность муниципалитета, в этом году так и не удалось довести до конца. Строительство продолжится уже в следующем году. В этом году нужно было обустроить футбольное поле и беговые дорожки, но сделать этого не успели. Работы перенесли на 2021 год, рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Футбольное поле пришло, это для нас важно, но стелиться оно, конечно, должно в теплое время, поэтому здесь сроки сроками, но в первую очередь хотелось бы результата. Подобная ситуация у нас была и с дорожками, ведь тоже стадион «Динамо». Но если приходит осенью, мы не будем же никого смешить и портить дорожки, и на снег их стелить. В теплое время это должно делаться, тогда это будет гарантия того, что это будет использоваться долго и полезно. Поэтому здесь рисков мы не видим, но дополнительное внимание этому объекту, конечно, будет. Для нас оно принципиально, потому что, повторюсь, научились выбивать федеральные ресурсы, но теперь нам важно показывать, что они превращаются в объекты. Заминки с переносом укладки покрытия на будущий год никак не повлияют на финансирование строительства основного объекта, то есть крытой ледовой арены. Напомним, что план восстановления спортивного объекта изначально разбили на несколько этапов. Министр спорта озвучил, что полностью завершить работы по строительству ледового дворца на стадионе «Прогресс» планируют к 2023 году. В Бейске намерены установить еще несколько светящихся пешеходных столбов, таких как на улице Трофимова. Изначально это были, так сказать, опытные образцы, и разработчики смотрели, какие могут быть недостатки. Их нашли, сейчас устраняют. Кроме того, после того, как в городе снесли один столб, выяснилось им преимущество. Мы доказали, что они полноценно выполняют роль пассивной безопасности. Ну, термин такой и есть. Ну, представьте, если бы вот этот водитель, который снес этот стеклопластиковый столб, если бы на этом месте стоял железобетонный, что было бы с машиной, и что было бы с водителем. А так он практически... Ну, снес его, ну да. Но, тем не менее, человек остался жив. Ну, их вот еще только установили, видимо. Светящиеся стеклопластиковые столбы – это разработка бийского предприятия. Первые установили на улице Трофимова на одном из самых оживленных и аварийных участков. По задумке авторов, столбы должны предупреждать автомобилистов о том, что на пешеходнике появились люди, которые намерены перейти проезжую часть. Столбы начинают подсвечиваться красным светом. Но не всегда система управления срабатывала. Недостатки, как нам стало известно, уже устранили. Добавим, что не так давно один из столбов сбили. Водитель найден, и ему выставлен счет за причиненный ущерб. Тем временем предприятие уже готовит к установке новую доработанную конструкцию. Кстати, точно такие же светящиеся пешеходные столбы в скором времени появятся и на других участках города. Добавим, что разработка бийского предприятия уже заинтересовались за границей. И светящиеся пешеходные столбы бийчане производят на экспорт. Первую партию уже отгрузили в Казахстан. Бийский спортсмен одержал победу на Кубке России в стрельбе из пневматической винтовки. Соревнования в эти дни проходят в Ижевске. Накануне стрелки разыграли медали Кубка России в упражнении ВП-60. Это 60 выстрелов из пневматической винтовки из положения стоя с дистанцией 10 метров. Победителем стал заслуженный мастер спорта из Бийска Сергей Каменский. Чемпион мира 2018 года обошел в финале вице-чемпиона Европы и победителя Кубка мира Александра Дрягина, представляющего Москву, и бронзового призера Олимпийских игр 2016 года Владимира Масленникова из Ямало-Ненецкого автономного округа. И пришло время рассказать о погоде. Итак, завтра, 5 декабря, в Бийске будет преимущественно ясно. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха будет высокой. Магнитосфера спокойная. И о температуре. Ночью минус 19, минус 21, днем минус 16, минус 18. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого вечера. И с пользой проведите выходные. Будьте здоровы, ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. Мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях в группах «Бийск мой город», на канале YouTube, а также на сайте газеты «Бийск» «Рабочий» «Бийворк.ру». Всего доброго, счастливо, пока, еще увидимся.